Для меня это близко еще и потому, что в Москве было очень много терактов, и в один из них я почти попала в 2010 году, и да, я просто реально очень сильно переживаю, когда происходят такие вещи, ну, может быть, ну, потому что в этом плане я чувствую, что мы вообще в едином пространстве, то есть тут уже весь мир, ну, как сказать, един. Блин, произошло, просто когда произошел теракт в Париже, буквально за неделю или за две до этого разбился русский самолет с русскими туристами, который летел из Египта в Москву, и сначала все хватали за голову и говорили, боже мой, снова теракт и в Париже, вот, а потом началась следующая волна, когда вторая часть людей говорила, блин, вы переживаете за французов, вы переживаете за Париж, а за, там, 300 человек, которые разбились под Египтом, русских, вы не переживаете, и там начался такой прямо очень серьезный конфликт, и была вот эта известная картинка, где Эйфелева башня в кружочке, ну, стилизованная под пацифический знак, вот, и потом сделали такую же картинку с самолетом, чтобы, типа, сравнять. Ну, так как я не верю в наших политиков вообще, ни в каких, ни в русских, ни в европейских, я думаю, что да, они придумают только единственный способ, это реально сделать какие-то супер жесткие границы. Очевидно, что нужно усиливать меры безопасности, ну, и тем более, если человек захочет, он все равно это сделает, я не думаю, что что-нибудь в этом может помочь, потому что для меня угроза терроризма, она все равно такая эфемерная, я не знаю, откуда это идет, то ли это ИГИЛ, то ли это не ИГИЛ, я не знаю, и поэтому я не думаю, что, возможно, какая-то целенаправленная война, я не думаю, что границы могут помочь, я не думаю, что, в принципе, с этим можно как-то бороться, так как борются с этим сейчас, и я не знаю, сможет ли объединение всех стран как-то с этим справиться, но вы хотите верить в лучшее, и, ну, как я уже сказала, я пессимист в том плане, что я не верю в наше правительство, вообще ни в какое, ни в русское, ни в европейское, поэтому, скорее всего, они реально какие-нибудь границы установят, и все. Ну, у меня есть какие-то цели в жизни, и я должна их достичь, и у меня не будет другой жизни для того, чтобы их достичь, и поэтому мне не... те, ну, вот то, о чем мы говорили, террористические атаки или распадки Евросоюза, или там, я не знаю, Третья мировая война, скажем, если это случится, то это случится, я с этим ничего не сделаю, если это не случится, то хорошо, и, как бы, на меня это никак не будет влиять, то есть все зависит только от меня, получится у меня или нет, и, в общем, у меня нет другого шанса, поэтому что будет, то и будет, и я смотрю на свою жизнь реалистично, поэтому я считаю, что у меня есть все возможности для того, чтобы все реализовать, и зависит все только от меня, поэтому, что суждено, то случится, а что не суждено, то и думать об этом не надо. Продолжение следует...